Сотрудники администрации города постоянно проводят мониторинг цен не только на рынках Анапы, но и края. И только потом рекомендуют продавцам цены, которых они должны придерживаться. За счет того, что торговые места на ярмарках-привозах бесплатны, нет других дополнительных расходов на уборку или вывоз мусора, здесь удается держать цены на 15-20% ниже, чем на городских рынках и в магазинах. Всего в Анапе 18 ярмарок-привозов, 5 в городе и 13 в сельских округах. Глава молодец, занимается, чтобы народу что-то сделать. Ну и тут, туда придешь, вот я тут рыбу брал, одна цена, туда пришел почти в два раза больше. А если взять центральный рынок, значит там дороже все, здесь дешево. Почему? И потом удобно, здесь близко, микро-район жилой, очень много пожилых людей, которым добираться это неудобно, тем более в зимнее время. А здесь прям вышел рядышком все. Специалисты сельхозуправления проверили цены на ярмарках-привозах 12-го микрорайона и в станице Анапской, центральном и восточном рынках, гипермаркете «Магнит». Узнали пожелания покупателей. Жительница 12-го микрорайона Раиса Смирнова недовольна ценами некоторых предпринимателей на ярмарке-привозе рядом с 6-й школой. С утра одни цены повышают, с утра я пришла, а к обеду, если появляется, проверяешь, они сразу ставят те, которые им положены. Ну так же нельзя, нужно, чтобы наказывать тогда нужно. Запрещать ездить, желающих много. Заместитель главы города Александр Колесников лично проверяет цены на сельхозпродукцию и благоустройство территории ярмарок. Недобросовестные продавцы принимать участие в привозе больше не будут. Еще бы хотел обратить внимание граждан, которые у нас посещают ярмарки-привозы, на то, что на каждой ярмарке обязательно установлен цен с рекомендованными ценами. И также там указаны телефоны контролирующих органов, в том числе управления сельского хозяйства. Если вы видите несоответствие цен, можно будет обратиться в управление сельского хозяйства и другие контролирующие органы с целью того, чтобы обратить наше внимание на данные факты. На ярмарки приглашают производителей сельхозпродукции, фермеров, владельцев личных подсобных хозяйств, крупные хозяйства, тех, у которых есть возможность длительного хранения продуктов в больших объемах, чтобы они смогли предложить анапчанам картофель, капусту, лук и другую продукцию по доступным ценам. По данным мониторинга, цены на основные виды сельхозпродукции в Анапе остаются стабильными. Значительного ценового роста не зафиксировано.